Архитектор из Омска Владимир Романов предложил законодательному собранию области перевести стрелки часов на час вперед. Разница с московским временем в этом случае составит 4 часа, а время между Омском, Новосибирском и Томском сравняется. Автор инициативы уверяет, в нынешнем часовом поясе здоровья хамячей под угрозой Дмитрий Ковалев встретился с автором письма парламентариям и узнал мнение горожан. Открытое письмо Владимира Романова к парламентариям уместилось на одном листе. Омич просит законодательное собрание добавить омичам еще один час, перевести регион в другой часовой пояс GMT плюс 7, то есть на постоянное летнее время. Это добавит один светлый час вечером, но рассветать будет позже. Более длинный световой день получается более такой синхронный с экономической жизнью. Все-таки обычный рабочий день с 9 до 6. И допустим при постоянном летнем времени, когда выходишь после работы часов в 6, то еще светло на улице. Это в принципе комфортно и людям возвращаться домой, в плане том, что дети со школы, допустим со второй смены возвращаются домой, женщины, все засветло. Перспектива смены часового пояса обсуждалась в Омске несколько лет назад, но уже тогда было решено не экспериментировать и оставить привычную разницу во времени со столицей. Мы можем либо плюс 2, либо плюс 3, но никак не плюс 4. На полтора часа от астрономического времени это слишком большая разница. И для организма, и для работы неудобно. Поэтому мне кажется, что плюс 4 вообще для Омска не может обсуждаться. Такого же мнения и о МИЧИ. По-моему, сейчас мы живем по астрономическому времени, поэтому не надо. Но я точно не уверена. Плюс 3-то уже привыкли все давно. А плюс 4-то опять привыкать. Нет, нет, нет. Почему? А зачем? Зачем это делать? Ну мы привыкли, мы живем, мы столько лет живем в этом поясе, и это время наше. Сейчас вполне нормальный часовой пояс. Вполне удовлетворяет. Все уже устоявшееся, привычно. Зачем что-то менять? Не хочется. В письме Владимир Романов отмечает, что при нынешнем времени у пожилых людей может ухудшиться здоровье из-за нарушений сна. Врачи такие теории не подтверждают. Дело не в часе или полчасах, а дело именно в разбалансированности нашего трудового порядка или учебного расписания, скажем, обучающихся с природными факторами. Если мы, так сказать, как сейчас у нас на территории Омской области будем в хорошем, рациональном сочетании, ненужных проблем со здоровьем не будет возникать. В Новосибирске и Томске стрелки часов перевели на час вперед летом этого года. Специалисты утверждали, переход на летнее время снизит количество преступлений, позитивно скажется на здоровье и даже повысит урожай дачников. Инициативу поддержали тысячи горожан. В Омске вопрос перевода стрелок обсудят еще раз, но уже сейчас понятно, какое решение примут в законодательном собрании. Дмитрий Ковалев и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.